Новую волну доносов в России обсуждают практически с самого начала войны. При этом проект службы поддержки насчитал всего 23 публичных доноса за июль. В июне 29, в том числе, кстати, один на меня. В мае доносов было 36, а особое внимание привлекла история семьи Маскалёвых. Напомню, проблемы у Маши Маскалёвой и её отца начались после того, как на девочку донесли её собственная учительница рисования и директор школы за рисунок против войны. Такие медийные и драматичные случаи производят тягостное впечатление, конечно. То тут, то там раздаются тревожные голоса чуть ли не о возвращении в сталинскую эпоху. И это на фоне путинского комментария о том, что суровое отношение к предателям справедливо, когда страна оказалась в тяжёлом положении. Но! Насколько оправданы опасения об откате в 30-е годы? Почему люди вообще пишут доносы и насколько это важно для государственной системы? Давайте в этом всём сегодня попробуем разобраться. Когда в сообществе людей появляется власть, которая устанавливает правила, то у неё закономерно возникает необходимость следить за соблюдением этих правил и, соответственно, наказывать нарушителей. А как узнать, что правила нарушаются? Можно, конечно, отправить присматривать за порядком специальных людей, а можно положиться на неравнодушных граждан. Чаще всего эти подходы вполне уживаются вместе. Механизм и логика тут довольно просты. С одной стороны, каждому человеку следящего не приставишь. С другой, если граждане станут чрезмерно автономны, это может привести к линчеваниям и погромам. При этом, в как таковых сообщениях о нарушении законов, если законы эти справедливые для всех членов общества, нет ничего плохого. Если вы видите, как кто-то управляет машиной в пьяном виде или грабит бабушку, ваше сообщение в полицию может спасти жизнь. И это описание вовсе не теоретическое. Так работает охрана правопорядка даже в самых демократических и либеральных странах. Проблемы с, так скажем, институтом гражданского надзора начинаются тогда, когда интересы власти и общества расходятся. А поскольку в человеческой истории так случалось отнюдь нередко, то и презрение к доносчикам довольно распространенная в культуре вещь. По словам Екатерины Шульман, особенно это характерно для тех народов, которые не смогли построить собственную здоровую государственность, которая бы их защищала. Поэтому они часто и не без оснований видят в правоохранительных органах скорее врага, чем охранника или защитника. А к тем, кто такому врагу помогает, и отношения соответствующие. В современном русском языке у слова «донос» сугубо негативная коннотация. Даже в юридическом употреблении донос бывает только заведомо ложным. Это речь о статье 306 Уколовного кодекса. Но почему люди вообще берутся писать доносы и идут на сотрудничество с врагом? Зачем сообщают о случаях дискредитации армии и о недостаточно патриотичных цветах лент в волосах школьниц? Да, бывают профессиональные доносчики, работающие на государственную систему просто за зарплату. Но зачем это всем остальным? Доносы бывают разными, но мотивов для них не так много. Если верить Наполеону, то есть всего два рычажка, чтобы заставить человека шевелиться – страх и личный интерес. Когда речь идет о чьих-то корыстных интересах, то в целом все понятно. Кто-то возжелал жену или, скажем, жил площадь ближнего своего и немедленно извещает кого следует, что ближний совершил что-то общественно порицаемое, осквернил богов, не уплатил налоги, сохранил дома портрет Троцкого. Поводов может быть много. Главное, чтобы в момент доноса действие считалось преступлением на официальном уровне. Как замечает антрополог Александр Архипова, в России некоторые граждане обеспокоены, что в случае поражения в войне придется платить репарации, а их материальное положение, соответственно, ухудшится. И поэтому доносят на противников войны. В всяком случае, так объясняет свои действия некая Ка, написавшая Кляузу на саму Архипову, а потом давшая ей письменное интервью. Ка назвала себя профессиональным неоплачиваемым доносчиком и заявила, что написала 764 жалобы с начала войны до апреля этого года. При этом Ка понимает, что ее бесплатный труд – капля в море, а главная задача доноса – создать атмосферу страха. Страх может быть и мотивом для доноса. Не донесешь, а потом за это поплатишься. Еще в революционной Франции в законодательство было введено понятие гражданского доноса, то есть гражданин просто обязан сообщить, куда следует, о нарушениях закона. Наказание за несообщение о преступлении существует во Франции до сих пор. В России, между прочим, тоже. Но как объяснить доносы, которые пишутся как будто просто по велению сердца? Сейчас в этом разберемся после небольшой рекламы. Спасибо, что смотрите. Война, помимо прочего, нормализует в обществе физическое насилие. Агрессивные передачи в духе «да моих сейчас», вернувшиеся с пронта зэки и контрактники – все это отнюдь не способствует процветанию терпеимости в обществе. Преступность растет, причем это только то, что мы видим. Многие преступления остаются за пределами внимания как полиции, так и статистики. Например, домашнее насилие, от которого и раньше страдали около пятой части российских женщин. Прозрачной статистики по ситуации с насилием нету. Известны лишь примерные цифры. Также известно то, что в полицию обращается лишь 10% пострадавших. А 26% и вовсе никому не рассказывают о произошедшем. В России пострадавшим от домашнего насилия помогает центр «Насилию.нет». Центр признан иностранным агентом, но тем не менее продолжает свою работу, оказывает психологическую и юридическую помощь, помогает с экстренным размещением пострадавших. А зимой этого года запустил портал «Про насилие», где опубликует экспертные статьи и инструкции по поведению, если вы столкнулись с насилием сами или стали его свидетельцами. Помимо этого, центр постоянно рассказывает о домашнем насилии в СМИ и соцсетях, тем самым делая проблему видимой для миллионов россиян. С 1 июня «Насилию.нет» начал помогать пострадавшим по всей России. До того организация в течение пяти лет работала очно в Москве, теперь же добавила формат онлайн-консультации, чтобы помочь всем, кому это необходимо. На специальной карте любая пострадавшая может найти региональные организации, которые окажут ей поддержку или могут воспользоваться кнопкой «СОС» в специальном приложении, если ситуация критическая. Ежемесячно центр обрабатывает более 500 обращений, включая звонки и чата с пострадавшими. Если вы уехали из России, вы можете поддержать центр «Насилию.нет», оформив регулярные пожертвования на Патреоне по ссылке в описании. Это поможет центру продолжить работу и позволит команде планировать деятельность наперед и помочь большему числу пострадавшим. Продор. Мы говорили о том, что человеком может просто двигать страх не донести и поплатиться за это. Но как объяснить те доносы, которые люди пишут как будто вот просто по велению сердца? Допустим, учительница рисования Маши Маскалевой могла опасаться за свою карьеру с чего-то бы вдруг. Ну, типа, вдруг кто-то узнает, что девочка нарисовала антивоенный плакат, а влетит учительница и директор. Хотя это, конечно, совершенно не объяснение и не оправдание, но, тем не менее, такая логика могла быть у нее в голове. Но зачем, например, продавец мебельного магазина донес на посетительниц, обсуждавших возможность нападения ВСУ на местный авиазавод? Вряд ли он рассчитывал получить повышенную премию за бдительность на смене. Почему, согласно официальной статистике Роскомнадзора, в марте 22-го года количество сообщений от обеспокоенных граждан выросло в 4 раза? Почему в этих сообщениях преимущественно были жалобы на фейки у российской армии? Это есть два вида причин. Внутренний и внешний. С одной стороны, есть люди, не удовлетворенные собственной жизнью. В России, как замечает психолог Мария Потудина в беседе с Deutsche Welle, не осталось способов выразить недовольство прямо и без рисков. Для людей, у которых негатив копится годами, донос может стать безопасным способом разместить агрессию и фрустрацию, перенаправить их в относительно безопасное русло. А безопасным оно становится потому, что государство само поощряет доносительство. Путин говорит о национал-предателях, депутаты-единороссы создают специальный чат-бот для доносов. Внешней же причиной, по мнению той же Екатерины Шульман, могло стать то, что за последние 10-15 лет у людей выработался определенный поведенческий паттерн. Публично сообщать о своем недовольстве. Скажем, оставлять нелестный отзыв на условном маркетплейсе. Или вот еще метод пожаловаться в соцсетях. Пишешь, как с тобой нехорошо обошлась какая-нибудь компания, тегаешь ее и довольно часто получаешь обратную связь в виде извинений. А иногда и скидочку какую. Чувствуете, какая тонкая грань получается? А еще доносительство может восприниматься как участие в политике. И даже дарить ощущение сопричастности людям может. Антрополог Роман Шамолин называет это мотивом большой идеи. В основе большой идеи лежит банальное сохранение привычного миропорядка. Тех самых пресловутых скреп. Поэтому донос, который мешает расшатать какой-то фундаментальный порядок, воспринимается как самая оптимальная форма гражданской активности, воплощенная в верность большой идее. При этом человек чувствует, что совершает чуть ли не дело государственной важности, не имея ни специального статуса, ни контактов, ни привилегий. И тешит собственное эго сразу по нескольким причинам. Во-первых, донос становится формой служения идеи, возвышает стукача в собственных глазах, укрепляет его идентичность. Во-вторых, донос помогает продемонстрировать власти свою лояльность, подстелить ей такую репутационную соломку, дескать, если уж я на кого-то донес за крамолу, то сам я чист. Помните начало мультфильма «Маугли», когда человеческий детеныш не достался Шерхану и оказался в волчьей семье, шакал табаки, бегал тут и там и кричал, что человеческий детеныш – это позор в джунгли. То есть и перед Шерханом выслуживался, и блюстителем традиционных ценностей пытался прослыть. Ну а в-третьих, донос дарит иллюзию обладания, пусть опосредственными, но рычагами влияния. И вот эта самая иллюзия может быть очень правдоподобной. Ведь при фразюре известное выражение «донос танцуют двое». Никакая кляоза не сработает без должного участия института, в который обращается доносчик. Правда, значение доноса для запуска дела легко переоценить. У многих людей на постсоветском пространстве при слове «донос» сразу возникают образы сталинской эпохи. С начала войны, когда количество доносов в России резко возросло, или как минимум их обсуждение возросло, многие бросились цитировать зону Сергея Довлатова. Типа, мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело, но я все же хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов. Вот только к этой фразе стоит относиться с известным скепсисом. Во-первых, мы даже точно не знаем, сколько было написано доносов. 4 миллиона – это цифра с потолка. А во-вторых, слова Довлатова рисуют вполне четкую и страшную картину, в которой репрессии советской власти и доносы граждан о вредительстве и контрреволюционной деятельности чуть ли не равнозначны. В этой картине всякое инакомыслие оказывалось на контроле народной бдительности, а чекисты этим просто радостно пользовались. Но, судя по словам современных историков, это было совсем не так. Доносы для советской власти были чем-то вроде криков болельщиков, ободряющих боксера на ринге. Для атмосферы сойдет, но на силу и направление удара особенно не влияет. Конечно, доносительство поощрялось, и, конечно, были пострадавшие от доносов. Но сама репрессивная машина не заводилась с полтычка по первой кляузе. Она была устроена иначе. Советские власти самостоятельно принимали решение о проведении репрессии, руководствуясь собственными соображениями и внутренними инструкцией. Например, были установлены квоты на количество арестованных для каждого региона. Подлинные причины арестов могли быть как политическими, так и экономическими. Путь доноса снизу вверх был, как правило, намного дольше и сложнее, чем спуск команды сверху вниз. Какие-то доносы вообще оставались невостребованными. И это, в принципе, неудивительно. У рядового сотрудника НКВД и так хватало работы. Он жил в мире выполнения планов. У него была прорва своих задач и начальство, перед которым требовалось регулярно отчитываться. Ну и куда в такой плотный график впихнуть дежурную проверку входящих писем и разбирательство по существу? Кроме того, еще и приходилось самому быть начеку. Внутри НКВД тоже регулярно проходили чистки. Надо следить, чтобы и самого не расстреляли, что для любого чекиста намного важнее, чем прочая работа. В общем-то, о том, что репрессии в СССР опирались не на гражданский надзор, говорит их динамика. Интенсивность посадок возрастала тогда, когда соответствующее решение принимало руководство страны, а не когда люди отправляли больше доносов. Ленинградское дело началось не из-за резко усилившейся сознательности жителей города на Неве, а дело врачей не из-за роста бдительности потребителей медицинских услуг. Даже начало травли Дмитрия Шостаковича удивительным образом совпало со временем, когда постановку «Леди Макбат» Мценского уезда посетил лично товарищ Сталин с соратниками, а не когда рабочий крестьянский зритель возмутился чуждым ему формализм. Равно как и кровавый 37-й начался и случился не из-за возросшей доносительской активности граждан. Хотя народная память говорит обратное. В нынешней России ситуация в чем-то схожая, но в чем-то и сильно отличается от сталинского СССР. Но факт в том, что та активность доносчиков, о которой мы знаем, стала, вероятно, следствием общего гражданского возбуждения. Часть из тех, кто раньше фиксировал каждую сломанную скамейку на портале «Наш город», переключились на актуальную политическую повестку. Государство при этом все так же опирается в первую очередь на свою логику и использует доносы лишь по мере необходимости. Но основная его задача сейчас не посадить тысячи людей по спущенной разнарядке, а запугать миллионы. Так, суд над Сашей Скочеленко за антивоенные ценники в магазине должен был предостеречь всех остальных от любой агитации против войны. Донос на художницу пришелся кстати, но это не значит, что завтра силовики начнут обстоятельно реагировать на каждое сообщение о том, что у магазина лента неправильные фирменные цвета. Тот же чат-бот «Единой России», куда депутаты призывали жаловаться. В первые же дни работы завалили спамом, что, возможно, и привело к сообщениям Роскомнадзора о росте доносов в разы. У нынешней российской власти пока нет ни необходимости, ни возможности проводить массовые репрессии. Но даже если таковые начнутся, едва ли их основу составят внешняя корреспонденция. Это не значит, что риск отсутствует вообще. Власти важно показать, что жертвой государственной машины может стать любой человек. И для этого хватают представителей самых разных социальных групп в любых регионах. Ведь если все замолчат, власть это вполне устроит. А запугивать лучше всего именно элементом случайности, чтобы никто не был уверен, что его это не коснется. Да, случаи, когда кто-то пострадал из-за доносов, есть и, судя по всему, будут еще. Но недаром они привлекают столько внимания. Они все еще единичны и подчеркнуто резонансны. А вот жизнь и участь доносчиков чаще всего не завидно. Да, при римском диктаторе Сули, который поощрял доносчиков, кто-то обогатился. Но уже император Тит публично расправился с ними. Яков Лернер, запустивший дело Иосифа Бродского, через какое-то время сел сам. Правда, по другим обвинениям. Как кто-то пошутил, Бродский в Мичигане, Лернер в Магадане. Быть ответственным гражданином, сообщать о правонарушениях хорошо и правильно. Но быть хорошим гражданином в отношениях с властью можно только тогда, когда это нормальная власть. Доносительство же расцветает во времена, когда развращенная преступная власть начинает его поощрять. Когда появляется возможность решить проблемы, потешить самолюбие или чувство собственной важности самым некрасивым способом, который государство объявило общественным благом. За всем этим фарсом доносчики могут даже не осознавать, что их самих авторитарная власть просто презирает и легко пустят в расход, свалив на них собственные грехи. В нашей стране много проблем. Но сломавшееся общество, которое только и думает, как бы написать на соседа донос, не одна из них. Вообще, в целом, идеи про сломавшееся и какое-то неправильное общество позволяют людям откреститься от своей страны. Типа, все, тут уже ничего не исправить, на многие поколения вперед, не будем даже и пробовать. И на этой почве возникают подобные мифы, как и о массовых доносах. На самом деле, наша главная проблема это совсем не сломавшееся общество, а власть охреневших чекистов, живущих частично в сказке, частично в СССР 60-х годов, частично в 19 веке. И вот с ней надо бы разобраться. До завтра. СССР 60-х годов,